Ну, конечно, на 70 тысяч видео про кредитки, это пипец. Я к такому не была готова. Конечно, чего я еще ждала, когда я выкладывала видео в YouTube, да? Я не буду оправдываться. Я не буду оправдываться, я не буду оправдываться, я не буду оправдываться. Всем привет, меня зовут Алена Слепых. Я учитель в прошлом, эксперт по созданию продуктов в настоящем. И внезапно у меня стала огромная аудитория на YouTube. Я, честно скажу, этого не ожидала. Я не ожидала, что это случится так быстро. Я об этом очень сильно мечтала, я этого очень сильно хотела. Я очень хотела, чтобы аудитория из YouTube шла ко мне в Telegram, в блог. И так и происходит. Но случилось то, чего я никак не ждала. Мне казалось очень сложно вывозить такой быстрый рост, условный квантовый скачок, как сейчас модно говорить. И я хочу сегодня поговорить об этом. О том, что делать, если мечта сбывается. Потому что очень классно, конечно, мечтать. Очень классно что-то делать, чтобы эта мечта сбылась. Но когда мечта сбывается, ты иногда оказываешься, ты вовсе не готов к этому масштабу. Я не говорю сейчас о том, что я хочу, чтобы вы все от меня отписались. И давайте, пожалуйста, мы это не будем все делать. Я сворачиваю в YouTube. Нет. Но я чувствую, знаете, я начинаю чувствовать внутренний тремор. У меня повышается важность. Мне кажется, вам это знакомо. Когда, например, не знаю, вы хотите устроиться на какую-то работу. Вы мечтаете о ней. И вот вы идете на собеседование. Вроде, да, вы делаете, вы достигаете этой цели. И тут вам говорят, класс, вы приняты. И у вас внутренне повышается вот эта важность. Вы думаете, боже мой, все. Если сейчас я там провалюсь, то это будет просто трэш-пипец. И вообще, что делать? Как же так? И вы как будто начинаете себя чуточку даже по-другому вести. И для того, чтобы все было на 100% хорошо, вы перестаете быть собой. Я вот благодаря терапии, конечно же, умею отслеживать эти места, когда я начинаю казаться, а не быть. И вот важно в этом месте, когда мечта сбывается, не начинать казаться. Важно быть в этом моменте. Важно принимать. Важно выдыхать. Важно благодарить себя, благодарить ситуацию, благодарить людей, которые способствуют. В конкретном случае я безумно благодарна вам, что вам откликается все то, что я делаю, что вам хочется подписываться, что вам хочется смотреть на меня дальше. И это, знаете, какие-то ни с чем не сравнимые чувства. Как-то ты каждый раз обновляешь, там все больше, больше, больше людей, которым ты интересен. И я очень привыкла на это смотреть, знаете, в масштабах Инстаграма. У меня в Инстаграме 6000 подписчиков. Сейчас становится пократно больше, потому что часть отсюда переходит туда. И я, правда, там делала много, и там рост, знаете, он какой-то такой поступательный. То есть там человек может зайти и со мной познакомиться через сториз, через актуальные, через посты. Здесь для вас есть только видео, которых и так немного, и большая часть людей, которые посмотрели мое видео про кредитки, это абсолютно холодная, ледяная аудитория, которая не досматривает видео до конца и пишет мне какое-то говно. Я понимаю, что с негативными комментариями нужно уметь работать, что их нужно уметь выдерживать. Но я, честно, в первый раз просто в жизни сталкиваюсь с таким огромным потоком не то чтобы даже негатива, просто оценки моей жизни, оценки моих действий. Конечно, чего я еще ждала, когда я выкладывала видео в YouTube, да? Потому что, блин, ну, камон, это YouTube, и здесь, правда, может залететь. Но я никак не думала о том, что мое видео про кредитки смогут посмотреть 60, 70, 100 тысяч человек, потому что все к этому идет. И мне, правда, страшно. Я пугаюсь этого количества. Но что я делаю? Я иду в этот страх. Я не останавливаюсь снимать видео. Я не удаляю то видео. Я не удаляю комментарии. И, понимаете, я вообще не ждала такого результата так быстро. Потому что первое видео я выложила буквально 2 апреля. Сегодня 4 мая, понимаете? Месяц в месяц у меня практически 4 тысячи подписчиков. Скорее всего, уже 4 тысячи подписчиков. И то, что произошло, я действительно не считаю это чудом. Я считаю, что это мои поступательные, точечные действия. Это действительно мой огромный опыт трехлетний, да? Который дал сейчас такой результат. Но все равно для YouTube это, правда, очень быстро. Я сейчас уже выйду на монетизацию. У меня, я думаю, сегодня там обновится вот эта штучка, и мне будет доступна монетизация. Это, правда, очень быстро. Месяц. У меня, кстати, есть теория. Одна девушка мне написала в комментариях, что ей выпало видео в рекомендациях. Возможно, потому что у меня есть видео про кредитки, тайм-код, марафон желаний. Сейчас случилась вот эта ситуация с Блиновской. И мне кажется, очень многие ищут в поиске в YouTube марафон желаний разоблачения, марафон желаний Блиновской, марафон желаний. И поэтому мое видео, прям вот ровно в тот момент, в момент ее ареста, оно начало резко расти, потому что оно же у меня месяц висело. Там было 4, 5, 6 тысяч просмотров. А тут прям просто бах, это трое суток, оно полетело вверх. Мне кажется, какой-то вот один из секретов в этом. Вот. Я не ожидала, что так будет. Мне кажется, я 300 раз уже в видео сказала, и скажу, что я не ожидала этого. Для меня это вообще совершенно внезапно. Я, правда, не была готова к тому, потому что так много людей меня посмотрят, так много людей дадут свою какую-то субъективную оценку моей истории, не зная, не зная всей истории целиком. Даже, блин, не досмотрев видео до конца, вот это самое обидное, потому что кто-то мне там пишет, идите оформлять банкротство, да я закрыла кредитки. Я закрыла кредитки, я закрыла долги, я дала все деньги молодому человеку, он мне, он не повел меня за ручку, он мне закрыл мои кредитки. Я у него попросила денег, чтобы закрыть кредитки, но я ему эти деньги вернула. Ладно, это звучит как оправдание, я собиралась не оправдываться, я не буду оправдываться. Я не буду оправдываться, я не буду оправдываться, я не буду оправдываться. И сейчас у меня, знаете, началось такое, что, боже мой, все эти люди подписываются на меня, я им интересна, и значит, мне нужно срочно что-то делать. Я стала думать, какие видео мне нужно снять, мне нужно срочно снимать, и у меня начался что-то внутренний тремор. Я снова начала чесаться, потому что эта реакция на стресс у меня, к сожалению, никуда не делась. То есть с малейшей стресса я опять начинаю чесаться там, где у меня не чешется, но чешется. Вот, и я повышаю важность всего этого, я начинаю как будто бы быть не собой, я начинаю проваливаться в мысли о том, что обо мне думают, я начинаю проваливаться в какую-то, знаете, в навязчивые идеи того, что надо делать, 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 но нет, когда ваша мечта исполняется, вам нужно выдохнуть, вам нужно успокоиться, вам нужно принять это, поблагодарить еще раз себя, потому что вы делали, и ваше исполнение вашей мечты это действительно результат действий. Если ваша мечта до сих пор не исполняется, посмотрите, что вы для этого делаете, посмотрите, что вы делаете для того, чтобы эта мечта исполнилась. Если в вашем дне, если в вашем каждом дне хотя бы одно действие направленное, нацеленное на исполнение этой мечты, потому что все, что я делала последние три года, было направлено на мой, да, рост в медийности, на мое масштабирование. Я здесь, конечно же, не буду оправдываться и не буду отвечать на негативные комментарии, которые мне там писали, потому что, как мне сказали негативные комментарии, ой, как мне сказали, хейтер победил тогда, когда ты ему ответила. Вот. Возьмите, кстати, себе эту мысль на заметку, мне она очень помогла. И я сейчас смотрю эти комментарии, знаете, с такого легкого высоты птичьего полета, и мне мой молодой человек сказал, что я не могу управлять комментариями, которые уже там, которых больше тысячи. Комментарии под тем видео я просто могу листать и на нормальные комментарии ставить лайки, потому что мне, конечно, безумно тепло, мне очень... Есть комментарии, на которые мне очень хочется откликнуться текстом, и я пишу, но я чувствую, как они меня затягивают, как мне затягивают комментарии, как мне затягивает чужая оценка. Я с таким, правда, сталкиваюсь в первый раз. В блоге у меня такого никогда не было. Там даже если залетает какой-то рилс, то там буквально есть там два-три залетных комментариях каких-то, но не сотни, а здесь сотни. И терапия в этом, конечно же, очень сильно помогает. знает, что твое, что не твое, что ты можешь взять, где есть действительно какая-то объективная критика или действительно там слова поддержки или слова заботы, что ты можешь взять, а чего брать не нужно, и где. И сейчас мне даже очень интересно смотреть на большинство комментариев, знаете, со стороны, ну не знаю, высокомерия или нет, но просто, что вы просто еще не в терапии. Я вижу, что это написано из боли. Что я делала для того, чтобы сейчас получить такой результат? Я три года вела блог в запрещенной сети. Я три года делала стори-теллы. Я три года... Боже, три года. Я три года монтировала видео. Я три года делала рилсы, делала сторис. Я училась взаимодействовать с аудиторией. Я училась держать внимание. Знаю, что все это, мой ежедневный труд, привел меня сейчас к тому, что выйдя на YouTube именно с этой темой, я действительно смогла условно залететь. Я правда очень много знаю. Я очень много делаю для того, чтобы у меня сейчас вот это вот все было. Потому что, если бы я вышла сюда со скорочтением, у меня бы было раз, два, три, четыре, пять тем, и темы бы закончились. Если бы я вышла в YouTube с темой учительства, как зарабатывать в онлайне, как там находить работы, как зарабатывать сто тысяч, будучи репетитором, тоже бы кончились темы, да, то есть есть потолок, как говорит моя безумно чудесная подруга Милена. В этой теме есть потолок. И вам нужно посмотреть, в какой теме у вас нет потолка. И в этой теме начинает развиваться. То есть я чувствую, что в скорочтении у меня есть потолок, в учительстве у меня есть потолок, в рисовании у меня есть потолок. Я очень люблю рисовать. Мне это очень помогает. Но я не хочу это никак монетизировать, потому что это то, что хочется оставлять только мне. И для того, чтобы понять, с чем выходить в блог, с чем выходить на ютуб, куда идти работать, куда вообще развиваться, посмотрите, напишите все то, что вам интересно, и посмотрите, где в этом нет потолка. И вот это и будет ваша тема, и то, где, скорее всего, ваша мечта может исполниться гораздо быстрее, точнее и легче, просто легче. Потому что вам будет это интересно до безумия. Говорит мой психолог, давайте завершать это видео. Еще раз мне хочется сказать огромное-огромное-огромное-огромное спасибо. Спасибо вам, тем, кто смотрит это видео, тем, кто подписывается на мой канал. Я, кстати, из принципа, знаете, не говорю подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, потому что мне не нравится такой подход. Мне хочется, чтобы каждый из вас принимал решение сам, подписываться ему или не подписываться. Я снимаю эти ролики прежде всего для себя, потому что мне действительно важно просто выражаться, как-то реализовываться. Ну, конечно, 70 тысяч видео про кредитки – это пипец. Я к такому не была готова. Но я это принимаю, я это принимаю, я этому очень радуюсь. Это то, к чему я так долго шла. Я с вами прощаюсь, я с вами прощаюсь до следующего видео. Я вам желаю исполнения ваших мечт, я вам желаю не пугаться этих мечт. И я вам желаю жить во взрослой позиции и каждый день делать шаг к вашей мечте. Увидимся в следующих видео. Старайтесь быть к себе ближе.